Создать Компартию России Второго секретаря Беларуси Игнатьева К чему такая настойчивость? А к тому, что они хотели разыграть свой сценарий Кузнецов в обход Москвы нелегально в Ленинграде организовывает учредительный съезд На котором две мощнейшие компартии Украины и Беларуси поддерживают новую организацию Коммунистическую партию России И все Компартия СССР вместе с ее центральным комитетом остаются на бумаге А вместе с ней и весь Советский Союз А Кузнецов, Хрущев и Игнатьев становятся главами государств А дальше В игру вступает Запад И действие переносится в Нюйон Вы разговариваете в рулете? Здравствуйте, да, разговариваю Здравствуйте, а то молчите, я же не знаю А, я смотрю, что вы молчите Ну, на какие темы беседуете? Может вопросы интересные есть? Да я подхватываю то, что у собеседника, правда, тем сейчас немного для разговоров Что об одном сходится Ну, сейчас вот тут недавно с мужчиной и разговаривал с Украиной, что удивительно о космосе Ну, что тут удивительно? Ну, об астрономии В Москве же? В Москве живете? Сейчас, да А вообще, откуда? Там, Сурало В Москве, в смысле, переехали или в командиров? Нет, переехали Давно живете? Давно живете? Нет, 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 давно, недавно, несколько месяцев А, я просто, когда в Москве встречаюсь с ними, беседую об транспортном, о развитии транспортной инфраструктуры Москвы Ну, раз вы несколько месяцев, вы еще не владеете ситуацией Ну, да, честно скажу, так и есть, не владеющие все Ну, я понял На метро езжу, вот так А в каком районе? Вы квартиру купили или снимаете? А, нет, нет, я снимаю, Мещанка, Мещанка А, ну, это круто, это в центре Понятно Если закачка трудно, а смотреть-то... Нет, 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 все, уже вначале на компьютерах плохо шло А с сегодняшнего дня я и на мобильных устройствах, на андроиде У меня планшет, самсунг, это то, не могу VPN, VPN, я купил VPN, вот сегодня прям заплатил Пока за месяц посмотрю, что за программа Ну, понятно, ну, хорошо, ладно, жду вас на канале тогда А, нет, я историю люблю, я прям исторические каналы там А, ну, историю любите, можем по истории поговорить, если хотите А вы в чем специализируетесь в истории? Ну, я ж не профессионал, я так как Ховье, поскольку востребованы в рулетке Ну, история поздней Российской империи, история СССР, история большевистского переворота А вот вы, кстати, из Торонто, а я попадал тоже на эмигранта канадца И он, он такой, ну, давай по истории поговорим И он, короче, увлекается историей Канады, именно конкретно увлекся То есть, участие Канады во Второй мировой войне И вообще по истории Канады какие-то такие вещи, которые даже, ну, то есть Ну, например, что Канада это третья страна, которая объявила войну в Германии Вы об этом знали, например? Ну, по-моему, это было в Первой мировой войне, но я не уверен А, нет, во Второй, во Второй Ну, может быть, а вы знаете, что Я не знал, что Третья, я думал, но я думал, что в Пятерке была А вы знаете, что вообще на Западе Первая мировая Она считается намного круче, чем Вторая мировая война В отличие от... Это я знаю, потому что они Канады были больше Я знаю, да, да, да Почему? Какая ваша мотивация? Потому что у них что было больше? Ну, и потери больше, они называют ее Великой войной, по-моему Ну, не из-за потери Она не на Гранд Ворда, Великая война Именно первая, а не вторая Потому что успехов, если потери, они так не называли Успехов было больше Англосаксы разрушили четыре империи В результате Первой мировой войны Российскую, Османскую, Австро-Венгерскую Австро-Венгерскую И... Какую еще? Ну, и германскую, можно сказать А Британия уже не была империя, я ж не помню Нет, Британия оставалась империей Она стала терять имперский статус с 50-х годов Когда посыпалась колониальная система За счет чего Британия была империей А Первой мировой войной и во Второй Британия была империей А в Первой она вообще лидером мировым еще была Еще не Штаты была, а Британия Во время Первой мировой войны То есть, ну, в принципе Не только поэтому Потому что У нас-то наоборот На постсоветском пространстве Поскольку Во Второй мировой войне Именно СССР добился успехов В отличие от Первой Когда Можно сказать Успехами вообще никак не воспользовались Как это Берлинский Это этот Ленин Что там подписывал Как это называется Брестский мир Брестский мир Но это Локальный мир с немцами Да Кстати, Брестский мир Именно Первопричина Современной Укророссийской войны Поскольку Ленин и Троцкий Отдали Исконно русской территории Такие как Донбасс и Харьков Украина Тогдашнему По Брестскому миру Именно Если бы Не отдали Тогда бы Возможно Конфликта Современного бы не было Сейчас я вам Доскажу Мы потом спросите Так вот Не только поэтому Гранд Вор считается Первая мировая война А не вторая Потому что По военному прогрессу Она Реально Намного превосходит Вторую мировую войну То есть Военный прогресс Заключается в появлении Принципиально новых Видов вооружений Вот Первая мировая война Впервые появились танки Впервые самолеты Впервые подводные лодки Впервые химическое оружие Четыре балла Ставим Вторая мировая война Что? Даже дроны первые появились Радиоуправляемые самолеты Пытались сделать Уже тогда Мы пытались По моему Вмазать За применение Не было Было Конечно Я так Я так Я так Было Я понимаю Что учил Были фотосъемки Самолеты Были фотосъемки Это было То есть Фотоаппарат Если считать Что Пилоты Все таки управляют А фотоаппарат снимают Пилот не касается Фотоаппарата Поставил на съемку Или там видят Вот Киноаппарат Вот То есть Четыре балла Ставим Первой мировой войне А вторая мировая война Это Плюс Ядерное оружие Минус Химическое оружие Плюс Реактивная артиллерия То есть Один балл Всего А Думаете Химическое Биологическое оружие Японство Вот этот Вот 731 Это Вот Этот Отряд Думаете Не тогда Направилось Раньше Просто Я Не помню Ну Я тут Не в курсе Против Кого Они Применяли Если Против Противника То По-моему Раньше Но Я Не уверен По-моему До 39 Года До 1 Сентября Но Я Надо Смотреть Ну Короче Первая Моя мысль Была Что Первая Мировая Война Именно По Прогрессу Намного Опережает Вторую Мировую Войну Вы что-то Хотели Спросить Я вас Перебил Чтобы Закончить Мысль А Что-то Хотел Спросить Да Ну Ладно Нет Я хотел Сказать Что Я сейчас Вы Так Этой Темой Владеете Я Сейчас Однозначно После Нашего С вами Общения Подпишусь Потому У меня Несколько Каналов С этим Названием Основные Каналы Там Два Увидите А там Ссылки На иные Каналы Увидите На главной Странице Ну Хорошо Если У вас Вопросов Нет Спасибо Приятно Был Вы Под Каким Ником В Ютубе Пишите Тогда Будете Комменты Писать Я Вас Вспомню Я Там Какой Робот Робот 80 По Моему Ну Так Вы Можете Поменять В настройках Аккаунта Ну Я Что-то Я Никогда Особо Не Пишу Я Вот Как-то Больше Ну Я Понял Ну Хорошо Спасибо За Подписку Жду Вас На канале Всех Благ Действительно Было Очень Важно Чтобы С речью На Пленуме Выступил Именно Маленков Только Его Имя Стояло В передовице Газеты Правда За 5 Марта 1953 Года Рядом С именами Ленина И Сталина После Смерти Вождя Рупор Партии Однозначно Назвал Стране Преемника Двумя Месяцами Позже Во время Первомайской Демонстрации Маленков Первым Встал На трибуне Мавзолея Следом Появились Берия С Молотовым И только Потом Хрущев И теперь Для всей Страны Георгий Максимилианович Маленков Продолжал Оставаться Первым Лицом Государства И Преемником Сталина Вы же Очень любите Россию Из Канады А откуда Вы так Видите По Каким признакам Просто Интересно Царя Ну Это же Означает Что я Уважаю Конкретно Данного Царя Может Я Вот Люблю Россию В периоде Этого Царя Знаете В каком Переоде Он Царствовал Вы Любите Россию Издалека Ну Я бываю В России Бываю В Украине Не важно Сейчас я Издалека В данном Случае Я путешествую Туда Сюда Я таких Патриотов Называется Не очень Уважаю Которые Называется Любят Родину Издалека Ну Вы же Сказали Я же Акцептировал Ваше мнение А вы Откуда Если не секрет Сейчас Не встаем С Одесской Ну Понял Понял А вы Любите Сблизи Наверное Ну Бывает Я Когда Бываю На Родине Тоже Получается Люблю Ее Сблизи Когда Я Ваша Родина Я Из Харькова Вообще Почему Потому Что Вы Любите Русскую Ацарь Ну Так Харьков Основал Кто Русский Царь Если Вы Не В курсе Только Другой Не Это Царь А Который Пораньше Был Алексей Михайлович Это Вам Так Втюхивает В Украине А Вы Почитаете Британскую Энциклопедию Хотя Не хотите Российскую Британскую Почитаете Кто Основал Харьков Увидите Там Царь Алексей Алексей Я Смотрел Ролики Нашего Историка Морозенко Ну Морозенко Он В струе Вашей Украинской Концепции Я Знаю Я Тоже Смотрел Я Не Я Не Против Он Просто Наводит Факты Это Не Факты Это Тезисы Вашей Концепции Исторической Которая В Украине Принята Отнюдь Не Факты Ну Я Вы Вы Порой В том Что Я Родину Не Очень Люблю Потому Что Родина У нас Одинаковая Это Та Которая Исчезла Как Страна В 91 Году Я Не Очень Ну Вот Я Допустим Да Но Не Важно Страна Рождения Так У нас Одинаковая По Крайней Мере Если Брать В В большом Понимании Родина А в малом Понимании Я свою Родину Люблю То бишь Слобожанщину А вы Наверное Причина Морья Любите Раз Одесской Области Правильно Ну Я Конечно Жил 200 Км Ну Вот Да Я живу В простом Украине Наши села Кстати Украина Крю Потому Что У нас Все Разные Молдавские Голдавские Ну Я В курсе Я бывал У вас Давно Правда Бывал В 90-х Годах Последний Раз Понятно А Что Это За Царь Вы Хоть Знаете Какой Это Царь Вы Хоть Знаете Какой Царь У Меня За Спиной Молодец Лат Респект Кто Из Украины Они Процентов 10 Правильно Говорят Из России Процентов 35 Правильно Говорят Что Это За Царь А Вы Попадаете В число 10 Процентов Знающих Молодец Респект Вам Ну Да Народная Воля 1 марта 81 Года Да Террорист Молодец При коммунистах Они были герои Сейчас они террористы Ну они Они по факту Народная воля Была террористом Которая потом Переродилась в СССР СССР Тоже были террористами У них Программная Так сказать Методика Была Террор Против власти Тогда это считалось Нормальным Это сейчас Слово террорист У нас плохое В 21 веке А в 19 веке Слово террорист Считалось как борец За свободу Ну время Другое было И отношение К термину Было иное У народа По крайней мере Сейчас террорист Это однозначно Плохое слово А тогда было Неоднозначно Для властей Плохое Для народа Так Посередине Где-то Что-то вы зависли Алло Ну ладно Будем надеяться На лучшее Но готовиться Будем к худшему А каков может быть Худший вариант Товарищ Маленьков Американцы пытались Получить наши военные секреты В обмен на кредиты Мы отказались Тогда они пошли Другим путем И через Завербованного Капустина Их разведка Стала получать От Вознесенского Документы Оборонного значения Из Госплана У меня есть Некоторые соображения Но товарищ Сталин Говори Говори Что американцы Получали документы Из Госплана Это понятно Но что они Предлагали взамен Деньги Кому? Вознесенскому Кузнецову? Нет Георгий Товарищ Сталин Я предполагаю Что американцы Обещали помощь Кузнецову И его сообщникам В организации Государственного переворота С целью уничтожения Советского Союза А Ленинградская ярмарка Это съезд заговорщиков Они хотели Организовать Компартию России Которой подчинялась бы Лично Кузнецову А потом На первом же Всесоюзном съезде Взять власть В свои руки Столицей России Становится Ленинград А Союз Просто разваливается На полтора десятка стран Которые Американцы Потом Смогут взять Голыми руками Санкт-Петербург Я вижу Что вы из Питера Я из Торонто Торонто Что интересного Обсуждаете От собеседника Зависит От его геолокации И интеллектуального уровня А вы Нажмите Обеседуйте Давай Слушайте Я люблю Атомные станции Я просто Атомные станции Строил Но вы Строитель Или Ядерщик Нет Я чисто Строймат Чисто Открыть Открыть проект И чтобы не было Пиздежу Сделать все По чертежу Ну я понял Ну нет Я так как раз В ядерной физике Разбираюсь А в строительстве Не очень Это интересная тема Нет Там же Там же 1200 Когда Сейчас Когда говорят С 95 Я отвечаю Ну не с 905 Потому что если Горьешь 5 Значит 105 Год Вы же не называете Я отвечаю Не вам Не наживайте Прошлый год Третьим годом Он 23 Из Харькова Из Харькова Ну что в Харькове Родственники Рассказывают Ну так да Поддерживаю Контакт Ну что Ну что говорят Ну недовольны То что Бомбят Я сам не ожидал Я думал что Харькова Более бережное Будет отношение Бомбить нужно Побольше Всякую Там Центральную Украину А не Восточная Ну хотя Я понимаю Понимаете Из-за чего Я понимаю Из-за скопления ВСУшников Я понимаю А как А как Вы думаете Почему Вообще Большевики Отдали Русский Город Харьков Украине По Брестскому Миру Потому что Да много Чем Поотдавали Кстати говоря Знаете чем Примечательный Брестский мир Для Питера Ну конечно Чем Интервенция По моему Закончилась Большевики Нет Я именно Для Питера Это Последнее Нехорошее Дело Которое Совершили Большевики Еще Из Питера Будучи Находясь В Питере Потом Это было В начале Марта 23 марта Они Нет По Брестскому Миру Они отдали Вот Русские Территории Харьков Донбасс Отдали УНР Под давлением Правда Немцев И Австро Венгров Но тем Не менее То есть Они Они Еще В Питере Находились Ленин Ленин Троцкий Вся Эта Компания А 23 Они Переехали В Москву Перенесли Правительство 23 Марта 18 Г Слушайте Знаете Мне вот Сюда Интересно Было Узнаете В 1991 Году Там Когда Последний Переписный Украинец В 2001 В 2001 Ну ладно Я вот Беру Про 91 Там Сколько Народу Насчитали Ну там В Да 52 Миллиона Было А В 2001 Сколько Насчитали Где-то По-моему 48 Было Где-то 49 48 Сколько Сколько Сейчас Народу Осталось Ну сейчас Если На территориях Которые Контролируют Украина Я думаю 28 Миллионов Осталось Я тоже Так Думаю 28 25 Я вот Сюда Задаю Вопрос Тенденция Какая-то Нехорошая Знаете Так Вы Не Сидит Ну Не Ну Часто Понятно Они Утеряли Территории И Если Считать По факту Населения Вот Это Не Считается Там Потому Что Сейчас Под Россией Находится Но Они Они Считают С подсчетом Якобы Они оккупированы То Вот эти Лица В Мелитополе Например И так далее То У них Получится Там Где-то 38 40 Может быть Все равно Получается 52 48 38 Понимаете Вот это все Но это чисто Формально Да Важно Что Вот Пришел Переписчик Он Тебя Переписал Ты считаешься За Единицу Переписи Тебя нет Дома Не считаешься Вот так Должно быть Ну если Он Нескораз Должен Прийти Или Хотя бы Связаться С тобой По Телефону Чтобы Опросить Не У нас Когда Перепись Идет Там Месяца За два Начинают По телевизору Везде Рассказывают Показывают Симон Чемоданчики А потом В течение Месяца Все это Ходят Переписывают По всей Стране Везде Там Ходят Заходят Там Сам Все это Заполняют Но я В курсе У меня В Москве Квартира Я в Москве Бываю Часто Ну тогда Вы знаете Как мы Как мы Живем Ну А чеш Мне не Знают Не Ну Обычно Я Последний раз Встретился Там Девочка Из Канады Там Какая-то Какая-то Огалтелая Девчушка Какая-то Она Как Начала Мне Рассказывать Сейчас Там Есть Звезда Ютуба Некая Комлева Может Она Любочка Какая Я ее Любочкой Назвал Лена Лена У нее Глаза Такие Глаза Такие Глаза Нерусские Широко Поставленные В разные Стороны Какая Разница Нерусские Она Как Начала Мне Рассказывать Я Сижу Блядь Просто Смешно Блядь Она Она Представилась Откуда Она Уехала В Канаду Из Саратова Она Всем По-разному Представляется То Она Из Харькова Уехала То Она Из Саратова То Она Из Сибири Как То Истина Тут Непонятно Где Истина Да Вот Она И Вот Просто Вот У нее Одно Короче Вот Все Найти Как Знаете Как Говорится Пчелы Собирают Мед А Мухи Ищут Говно Понимаете А Кстати Вы Знаете Чем Примечаю Вот У нас Ругают Эти Самые Но И Заслуженно Все Эти Укра Майданы Но Я Провожу Такое Паралель Что Первый Укра Майдан Который Был В пятом Году В Украине Когда Ющенко Помаранчевый Да Это Была Мотив Мотивационная Копия Того Что У вас Случилось В Питере 5 Января 1918 Года Знаете Что Случилось В этот День Да В 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 Можете Меньшевики Честно Говоря Вот Знаете У меня Вот Эта История Распада Российской Империи Для Меня Она Очень Больная Даже Больнее Чем Я Не знаю Гражданская Война Я Я Вам Дам Название Своего Канала У меня Много Исторических Роликов По Этому Поводу Или Не Давал Еще Дайте Нет Не Давали Вот Это Слово Поиск Ютуба Занесете Скриншот Сделайте А они такое дело Хотели провернуть Какое дело Создать Компартию России А их Поддерживали Хрущев Игнатьев Хрущев Игнатьев Ну и что Хрущев Игнатьев Это Стратегическая Связка Понимаешь Это Больше Чем Все Танковые Дивизии Бомбы И самолеты Вместе Взятые В свое Время Кузнецов Повторно Продвинул На руководство ЦК Украины Хрущева А на должность Старого Секретаря Беларуси Игнатьева К чему Такая Настойчивость А к тому Что они Хотели Разыграть Свой Сценарий Кузнецов В обход Москвы Нелегально В Ленинграде Организовывает Учредительный Съезд На котором Две Мощнейшие Компартии Украины И Беларуси Поддерживают Новую Организацию Коммунистическую Партию России И все Компартия СССР Вместе С ее Центральным И весь Советский Союз А Кузнецов Хрун Не думаю Я не тот Человек Который Вопрос Задает А С какой Цели Заходите В рулет Тогда Просто Посидеть Посидеть Может Собеседника Какого Интересного Не Ну Когда Собеседника Ищите Интересного Какие-то Вопросы Живому Интересному Он Отвечает Но Если Нет Так Ладно Удачно Посидеть Как Говорится Здравствуйте О чем Беседуете Может Вопросы Интересные Есть Ну Че Захотите То Я И Отвечу Или Давайте Так Я Буду Говорить А Влад Отвечайте Ну Говорите Я Отвечу Так Она Проще Будет Вы На Мои Вопросы Вряд ли Ответите Независимость В каком году Первый раз Украина Получила В Право 17 Прям В точку По фоле До Какого 20 Года Да 20 Год Ну Украина Это Понятие Такое Эфемерное В 19 Году Харьков Донбасс Был Освобожден Армией Деникина Киев Был Под Немцами А потом Красные Туда Зашли Да А Советская Украина С какого Какой Был Советская Украина Была Была Промограда Тоже В 18 Но Она Как В 19 Была Прозвешена Это Украинская Советская Социалистическая Республика 19 Прочно Все Правильно А Флаги Какие у них Были Можешь Сказать Флаги Были Флаги Были Красно Синий Флаг Нет Ну Украинский СССР Флаг Красно Синий Горизонтальный А российский Вертикальный Подожди У СССР С По 29 Флаг Красный Флаг И Шбоку УССР Написан А Ну Может Быть До 29 У С 29 По 39 Она Идет У С Р Р Да Да Было Такое Но Это На Мове Да Там Они На Мове Писали Там Большевики Насаждали Мову Это Называлась Корренизация Да А вы что Блогер Стример Или Рыб Не Я вижу Украфтроллите Сзади вас Украфлаг За спиной Нет У меня Такого нету У меня другой А Другой Понятно Ну Окей Ладно Наверное Поняли Про Че Я Поднял Ну Понятно Что Че Зовут Я Дима Ну Дима Там Подписывайся Дима Или Ник У тебя Надо Есть В Ютубе У меня Есть Дима Вежливый Я Понял Ладно Давай Спасибо За беседу Смотрим Их В общем-то Всех и назвали Русские Потому что Это Глагол Русские Это Какой Чей Отвечает 17 гривен Килограмм Оказалось Ну Ну Килограмм Это Не очень Дорого 17 гривен Килограмм Это Не очень Дорого И вообще Во всем Мире Яйца Меряются В килограммах А не штука Вы что Издеваетесь Что ли У нас В килограммах Измеряет Вы что Издеваетесь Есть Мелкое Яйцо Есть Крупное Яйцо И Все равно Разные И цена Разная У белкого Яйца Одна цена У крупного Яйца Другая Цена Правильно А если Взять В килограмме Если взять За килограмм За килограмм Это будет Универсальная Цена Ты черный Жопа Мне не нравится Черный Жопа Ты черный Наверно Зря Жалел Деникин Хама Их Надо Было Врозгать Да Блятьми А вот Теперь Ни воинство Ни храмов Мократия Помойки Диктует Моду На Мораль Мне Наплевать А сердцу Горько Еще раз Зафиксировали Петр Зафиксировали То что я Сказал В Татарстане В Татарстане Нету Ни одной Школы С татарским Языком Обучения Это факт Это Это факт Ни чудак Ни Маные За правду Воюет Правда Присях Ни Правды И Ловный Грош Горько Передали В 1922 году В Воронежской области А в 1922 году Львовская область Где была? В Австрове, Англия Опа Так это не дунающих Нающих В соседней стране 70 миллионов Они нас ненавидят За это За то, что мы живем хорошо Ненавидят И будут ненавидеть всегда Просто потому, что мы есть И живем хорошо Просто потому, что мы есть и живем хорошо Так это русская группа Мы сделаем украинским углом Начнем Мы таясь И по конституции Еще раз заявляю Власть В Харьковской области Четвертая и сильная Но не позволят Никому Учить нас жить Я благодарю вас В Харьковской области Не будет ни Донецкой Ни Львовской области Будет только Харьковская область Вот и мне улица родная И мне погоду дорога